Сорвал цветок аленький, получить 9 лет лишения свободы? Такая перспектива может оказаться вполне реальной, так как растения с красной книги теперь под особой защитой. В России ввели уголовную ответственность за уничтожение краснокнижных растений и грибов. Теперь нарушителям грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в размере до 3 миллионов рублей. Как и редкие растения произрастают на территории Тверской области, выяснила наш корреспондент. В Тверской области есть своя красная книга. Она издается каждые 10 лет для сохранения исчезающих видов. Сейчас в нее включено 263 вида растений и 22 грибов. Если говорить о цветковых растениях, то их примерно чуть больше 140. Это прежде всего орхидные, орхидеи. Орхидеи каждый знает, потому что сейчас в магазине можно купить фаленопсис или еще какую-нибудь орхидею. А наши орхидеи, венерин башмачок, например, такая редкость, такой красивый крупный цветок. Но растет в особых местах. У него обязательно должна быть мекориза. Поэтому просто так на клумбе его не вырастешь. Из ярко цветущих растений в Красную книгу Тверской области внесен ирис сибирский. Его можно встретить около водоемов. Кроме того, редкие растения можно увидеть на озере или пруду. Например, это кубышка малая или кувшинка. Любое растение, к нему нужно относиться бережно. Некоторые растения имеют большое лекарственное значение, их собирают. И даже, может быть, по этой причине они становятся редкими. Например, толокнянка. Очень похожа на бруснику, обладает такими же свойствами, по сути. Кустарничек встречается у нас значительно реже в бруснике. И тоже отнесен к категории охраняемой. Уничтожение одного вида растения может привести к гибели другого. Ведь в природе все взаимосвязано. Более того, сокращение площади и численности растений также оказывает негативное влияние на природный баланс. Мы должны беречь все, что можно сберечь. Вообще нужно относиться ко всему бережно. Даже муравей. Зачем-то в природе он нужен. А про растения тут и говорить нечего. Не заостряя на этом внимании, мы все от них абсолютно зависим. Поэтому нужно охранять даже те виды, которые не в красной книге. Но к ним нужно относиться бережно. По новому закону за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных видов растений и грибов из красной книги с умыслом, а не по неосторожности, может грозить шестью годами лишения свободы. А максимальный срок – девять лет со штрафом до трех миллионов рублей. Однако привычные нам распространенные ягоды, грибы и цветы можно собирать, не опасаясь лишения свободы или штрафа.